Трансформация из худого парня в одного из лучших армрестлеров-тяжеловесов в мире. Откроем секрет, как вернуться к тренировкам после болезни вирусом COVID-19. Попробуем узнать, возможно ли побороть грузинского халка Ливана Сагинашвили. Горячее интервью из уст сильнейшего дальнобойщика планеты Виталий Лалитина. Все это и не только. Уже сейчас на канале ArbezTV. СИБИРЬСКИМ ДАЛЬНОБОЙЩИ По имени Виталий Лалитин, который в 2019 году дебютировал в ТОП-8. Именно на ТОП-8 он показал, что дай ему немного времени и Виталий заберет пояс чемпиона себе в грузовик. Бесспорно то, что уже сейчас в силе Лалитина, никто не сомневается. Но что, если вернуть время немного назад и посмотреть на Виталия, когда тот соревновался еще в любителях. 2011 год. Турция. КМР. Чемпионат Европы по армфрестлингу. Категория до 90 килограмм. Впервые начинаем замечать, как худой парниша рубится серьезными спортсменами. Это герой нашего сегодняшнего выпуска Виталий Лалитин, которому на момент съемки исполнилось 22 года. Как видите, с виду не самый мощный армрестлер. Но очень круто противостоит уже опытному рукоборцу из Москвы Роману Филиппову. Кто бы мог подумать, что лет так через 10 Виталий сможет быть на верхушке самого сильного по составу турнира в мире топ-8. Давайте мы вам покажем нарезку борьбы Виталия из различных соревнований. Как видите, не сразу получалось. Но упорный труд дает свои плоды. Путь к чемпионству занял немалое количество времени. Тоны поднятого железа, куча неудач, поражений. Все это оказалось рецептом чемпионства. Опыт Виталия, который раз доказывает, что кем бы ты ни был, кто бы тебе ни говорил, не сходи со своего пути. И в конце туннеля точно увидишь свет. Интересно наблюдать, как из высокого тонкого мальчишки вырос настоящий тяжеловес. Уже сегодня Виталий имеет вес под 140 килограмм. Дюжину золотых медалей, любительских чемпионатов Европы и мира. Если закрыть глаза на бэкграунд Виталия, то сейчас особо, то ничего и не удивило бы публику, кроме габаритов и существующих им достижений. Но в то время, когда Виталий начал бороться, наблюдать за его борьбой было одно удивление. С глубины зала слышались обрывки фраз многих арм-рестлеров, которые удивлялись и обсуждали талант молодого арм-рестлера Лалитина. Чем он борется? Было одной из самых популярных фраз в сторону дальнобойщиков. Виталий всегда говорил, что он серьезно не тренируется, а побеждает за счет тех сил, которые он набрал на спаррингах за столом с друзьями. Но сейчас же Виталий Лалитин – настоящий профессионал. Совместить работу со спортом очень тяжело, но я пытаюсь это сделать. Если не получается. На пальцах одной руки можно посчитать соперников, которые могли бы конкурировать с ним на одном уровне. На момент карантина он не перестал тренироваться, хотя его схватил всемирный недуг коронавируса, который на время выбил его из колеи. Вот сейчас Виталий Лалитин готовится к новому сезону ТОП-8. И, судя по словам самого Виталия, он нацелен на победу. Благо, нам получилось связаться с нашим героем и задать несколько важных вопросов, которые помогут нам понять, за счет чего он стал таким сильным, как сейчас. Всем привет. Что касается моих тренировок, да, действительно изменился тренировочный процесс. Сейчас я добавил, так скажем, больше базы. Добавил такие упражнения, как присед, жим, становая тяга, плечи. Пресс также делаю. Да, в данный момент мне удается поднять свои веса в этих упражнениях. И за счет этого у меня растет собственный вес. В данный момент мой собственный вес 138 килограмм. То есть, 138 килограмм, при которых все чувства очень хорошо, так скажем, уверенно. Чувствуется, что и в борьбе они мне помогают, хоть и не с кем провериться. И понемногу добавляю я специализацию. Так как сейчас я в данный момент делаю акцент на ОФП. Кстати, многие уже успели посмотреть борьбу Ливана Сагинашвили с Геннанем Квиквини. Как вы видите, это спарринг. Очевидно, что результат их борьбы не говорит ни о чем. С другой стороны, для остальных рукоборцев это может быть какой-то даже подсказкой. Давайте спросим Виталия, который боролся с Ливаном в финале ТОП-8. Виталий, видел ли ты борьбу? Да, я видел поединок, где боролся Гена с Ливаном. Гена очень хорошо набрал, видно. Физически очень хорошо стал выглядеть. Поборолись с Ливаном они очень хорошо. С первого взгляда кажется, что Ливан очень сложно борется с Геннанием. Это же не говорит о том, что Ливан сейчас слабый? Это не говорит о том, что Ливан слабый. Просто сам по себе Геннам очень сильный спортсмен. И о том, что бороться всегда можно с каждым. Это могу сказать я лично. Даже можно бороться и с Ливаном, можно бороться с любым спортсменом ТОП-8. Только нужно достичь этого результата. Упорство и труд помогает в достижении цели. И поэтому, кто как, насколько тренирован, кто получается больше проводит времени в спортзале и уделяет правильным тренировкам время. Как видите, рецепт от Виталия Лалитина не слишком сложный. Тренируйся, делай это тяжело и грамотно. Уже опытные спортсмены понимают суть этих слов. Самая сложная борьба, это борьба с самим собой. Чтобы заставить себя и не сдаваться. Еще один вопрос, который мы не могли не задать Виталию Лалитину. Возможно не все, но существует немало зрителей, которые кроме Сагинашвили не видят больше других претендентов на трон победителя ТОП-8. Как относишься к этому ты? Не раздражает такие слова? Не демотивирует? По поводу фанатов, которые пишут комментарии и так далее, говорят о том, что Ливан всесильный, непобеждаемый, побеждаемый все. То, что Ливан сильный, спору нет. Для того, чтобы победить его, нужно пройти еще очень много определенного пути. Нужно набрать большое количество силы, чтобы его выиграть. Но непобежденных людей не бывает. Просто бывает того, что на всему свое время. И для этого нужно стараться заниматься. Как мы видим, никто не отрицает, что Ливан это сейчас номер один среди профессионалов. Но у всех участников есть амбиции. И это важный момент для соревновательного такого уровня. А как говорит Виталий Лалитин, пока есть такие ребята, как Ливан, всегда будет мотивация готовиться. Мотивация у меня в голове, это желание становиться сильнее. Тем более, когда есть такие люди, как Ливан, Сигенашвили, спасибо ему. Он дает очень много мотивации. Также показывает свои сильнейшие упражнения. Мы пытаемся их повторить. И другие ребята тоже пытаются что-то показать. Поэтому мотивация у самого человека, у самого в голове. И еще нужно знать, что ты хочешь именно от этого вида спорта. У меня раньше была мотивация стать мастером спорта. Я им стал. Была мотивация стать чемпионом мира. Я им стал. В данный момент мотивация стать сильнейшим армрестлингом планеты. И я иду к этой цели. Я тренируюсь. И вот мое желание. Моя мотивация. Как вспоминали выше, не обошел всемирный ненедух нашего чемпиона. Виталий этим летом подхватил всем горе известный коронавирус. Что касается ковида, я переболел в июле месяц. И ничего такого страшного я не почувствовал. Была температура три дня. Затем была усталость. Потерялось обоняние. Ничего не чувствовал. Запахов, невкусов. Был подвержен ковид. Буквально через 15 дней у меня показался отрицательный анализ. Но в тренировках я смог вернуться только через месяц. Так как состояние организма было плоховато. Ну не сказать, что прям ковид выбил меня из колеи. Совсем немного я выбился, так скажем. Жаль, конечно, что соревнований у нас в этом году не было. И не с кем провериться. Но по весам чувствуется так, что совсем небольшие изменения произошли во время болезни. То есть, возможно, у меня была какая-то легкая форма, когда я болел. Дай Бог, чтобы все, кто болеет, переболели такой легкой формой, чтобы не было никаких у людей осложнений. Здоровья нашему чемпиону. Ну, а мы возвращаемся к вопросам армрестлинга. Виталик, мы понимаем, что ты боролся с Дэйвом Чаффи. И тебе сложно анализировать его. Но скажи, после просмотра спарринга Квитвиния Сагинаичвили, у Дэйва появились зримые шансы на победу над Ливаном или нет? Что касается Дэйва Чаффи, да, у него есть очень большой потенциал побороться хорошо с Ливаном. И, возможно, даже выиграть его. Ему нужно большее время уделять тренировкам, для того, чтобы набрать определенную свою хорошую форму и как он боролся. Он очень хорошо развит физически, и поэтому у него есть шансы все забороть Ливана. Но тут уже будет рассматриваться ситуация, в тот момент, когда они будут бороться, в каком состоянии Ливан будет и в каком состоянии будет Дэйв. А как тебе формат Вендет в рамках формата ТОП-8? Можно прекрасно подготовиться. И даже речь идет не о полностью восстановлении организма, а речь идет о руках, которые, как многие думают, в шести раундах не забиваются, не получают травмы. Тут все сильнейшие спортсмены, поэтому руки получают очень много микротравм и более. И есть время для восстановления. Поэтому мне на Вендетах больше нравится бороться, нежели в обычных соревнованиях, которые я выезжал, не знаю, не забрать, в 2018 году. Я только из города выезжал раз в 10, чтобы побороться. И не было совсем времени для тренировок и для восстановления. Понятно, что подобный формат радует всех армрестлер. Но самое важное дело для всего армрестлерского сообщества стараться не заболеть. А если уж вам не повезло, то с аккуратностью выйти из болезненного состояния. И не спешите идти в зал. Именно на этом настоял Виталий Лалетин. А что касается тренировок после болезни, нужно слушать свой организм. И не приходить в зал больным. И после болезни не приходить. Пока человек не почувствует общее выздоровление организма и ощущение полноценного выздоровления, не приходить в залы, не заражать людей и не торопиться. Главное переболеть, выздороветь. А потом уже можно идти и тренироваться. Обязательно нужно поставить лайк Виталию и его достижениям. Он прошел нелегкий путь от худого мальчика до тяжеловеса. Еще очень много борьбы его ждет впереди. Напишите в комментах, как вы думаете, сможет ли Виталий победить на следующем ТОП-8.